Шавуа топ, дорогие друзья! Начался месяц Ниссан, а это означает, что совсем скоро придет святой великий праздник Песах, то время, когда Всевышний однозначно открывается миру и говорит «Я Творец, я хочу, чтобы вам было хорошо, пожалуйста, следуйте вот этим вот этим законам, и тогда вам будет безгранично хорошо». Первый урок, который мы получили в Песах, заключается в уповании на Творца. Первая казнь, которую получили египтяне за то, что они порабощали миллиону людей сотни лет, первая казнь заключалась в том, что Нил, центральная река, которой поклонялись древние египтяне, превращается в кровь. Никто не может найти воду, все кровь, 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 погибает рыба. Ужасная такая вот страшная, очень страшная казнь получают египтяне. Давайте обратим внимание, что мы знаем, что когда евреи, находясь через пару лет в пустыне, они постоянно роптали на Всевышнего и на Муше. Что же они говорили? Они говорили «Слушай, Муше, мы бесплатно кушали рыбу в Египте. Нам, наши хозяева, разрешали разводить рыбу, разрешали ловить рыбу, разрешали торговать рыбой. У нас хоть как-то худо-бедно, но была парноса – источник доходов. А здесь, в пустыне, у нас ничего этого нет». Так они роптали. Мы видим, что им разрешали ловить рыбу в Ниле. Что же произошло, когда случилась эта казнь? Когда случилась казнь крови, евреи потеряли свой единственный, единственный вариант заработать, хоть как-то немножечко прокормить свою семью. Вся рыба умирает. И они испугались «Всевышний, ты пришел нас спасать? Что же ты натворил? Ты ударил в экономическое наше сердце? Больше у нас вообще никакой надежды нету. Вся рыба умирает». Какой ответ? Почему евреи поспешили расстраиваться? Потому что мы знаем, что Бог сделал удивительное чудо. Что когда египетский каратель-садист хотел пить воду, ему необходимо было прийти к своему рабу и сказать «Дорогой раб еврей, ты знаешь, вот вся вода кровь, только в твоих руках кровь превращается в воду. Вот тебе денюжка, пожалуйста, зачерпни мне кувшин с водой, и тогда эта вода будет вода, а она не будет кровью». Это Всевышний сделал, чтобы евреи привыкали, что они больше не рабы. Твой хозяин-садист просит у тебя за деньги воду, чтобы ты все уже забудь, что ты раб. Мы идем получать Тору. Так вот, евреи получали от своих хозяев, от своих нацистов, которые их мучили, деньги, чтобы выжить, потому что им нужна была вода. И каждый еврей не только не потерял от того, что вода превратилась в кровь, и их бизнес с разведением рыбы накрылся, а они еще заработали. Это был первый урок еврейскому народу. Не спешите расстраиваться, когда все вот их единственный бизнес, несчастные замученные рабы, у них есть доступ к воде ловить рыбу. Каким-то образом египтяне им это разрешали. И когда они увидели, что все в крови, вся рыба ушла, как они испугались. Не пугайся, дорогой человек, сейчас Бог тебе сделает чудо. Бог хозяин мироздания. И если тебе полагается пропитание, он его найдет. А, накрылся твой бизнес, который связан с рыбой. Сейчас будет другой бизнес. Сейчас к тебе твой хозяин придет и будет тебе платить деньги за воду. Это, если бы кому-то это рассказали два дня назад, они бы сказали, ты что, садист-каратель будет мне платить за воду? Это даже невозможно представить. Это даже какой-то фантастический фильм. Но это случилось наяву. Всевышний сразу дал им урок. Поверьте, если я хочу вам помочь, я вам помогу. И если ваш бизнес исчез, я вам дам такой бизнес, который вы даже себе представить не могли. Первый урок на Песах – упование на Всевышнего, что Бог нас любит. Он нас любит так сильно, если бы мы знали, как Он нас любит, мы бы просто прыгали бы отчасти. Это первый пасхальный урок. Давайте дальше готовиться к великому празднику Песах. Чем лучше мы приготовлены, тем больше святости мы сможем с Божьей помощью получить от этого невероятно святого дня. Спасибо огромное. Ходыш тоф, шаву а тоф.